Взыскивать долги, соблюдая все возможные права. С этой целью при службе судебных приставов создан общественный совет. Как работает объединение и какими успехами может похвастаться на пресс-конференции, журналистам рассказали главный судебный пристав региона Наталья Тяпкина и омбудсмены. За 9 месяцев текущего года в службе накопилось почти полмиллиона исполнительных производств. Ивановцы должны за ЖКХ, алименты, кредиты и штрафы. Собранные средства приставы перечисляют в казну. В консолидированный бюджет 411 миллионов, в местный бюджет 260 миллионов, исполнительского сбора в Российскую Федерацию перечислено 42,5 миллиона, взыскано налогов 145 миллионов, из штрафов специальноуполомоченных органов 63 миллиона. По алиментам жители региона взыскали 75 миллионов рублей, по коммуналке 66 миллионов, по зарплате 68. Почти тысячу человек, не отбирая водительского удостоверения, ограничили в праве управления транспортным средством. За долги выезд из страны запретили 9 тысячам ивановцев. И тем не менее, жители жалуются, приставы бездействуют. У детского омбудсмена из общего потока обращений от мам и пап примерно треть касается работы приставов в отношении взыскания алиментов. На их карточку деньги не приходят. И, соответственно, вывод какой? Приставы не работают. Поэтому у приставов, конечно, здесь очень большая нагрузка. Нужно и с бухгалтерией связываться, иногда разыскивать самого должника, если он на просторах России где-то вообще просто затерялся, да? Вступать в переписку. Работа с должниками по алиментам в этом году подверглась изменениям на федеральном уровне. Раньше сесть по уголовной статье могли те неплательщики, которые получали статус злостные. Сейчас для того, чтобы привлечь его к этой уголовной ответственности, необходимо сначала привлечь его к административной ответственности, да? Показать ему, что у него есть возможность уйти от уголовного наказания, если, ну, уголовное наказание, но по иерархии серьезнее, чем административное, правильно? Чтобы должник еще раз понял, что сейчас, приступая к закону, у него более суровая будет ответственность. Дополнительный шанс на то, чтобы одуматься и исправиться, называют этот административный барьер, судебные приставы и омбудсмены. Реальный срок для родителя, иногда приговор и для ребенка. Например, если в будущем он захочет найти работу в силовых ведомствах, сделать он этого не сможет, из-за уголовной ошибки мамы или папы. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.